Позади у славянских выпускников 11 лет напряженной учебы. Совсем недавно в школах города и района отзвенел последний звонок, знаменуя собой последний этап школьной жизни 11-классников. Позади остались волнения, связанные с едиными государственными экзаменами. Самые успешные выпускники были приглашены на торжественное вручение медалей за особые успехи в учении. На торжественную церемонию вручения медалей, которая состоялась в зале парк-отеле «Уют», пришли учителя и директора школ, родители виновников торжества и сами выпускники. Добросовестные, инициативные, талантливые, они отлично учились и защищали честь школы на предметных олимпиадах и творческих конкурсах. И вот наступил их звездный час. В их честь звучат самые добрые слова. Мы вас провожаем в взрослую жизнь. Хотелось бы, я уверен, что у вас в этой взрослой жизни все получится. Вы приобретете профессию, будете получать определенные результаты. Хотелось бы, чтобы эта профессия была по душе. Вот существует поговорка, что если всю жизнь занимался любимым делом, то это все равно, что отдыхал. Поэтому я бы хотел, чтобы была удача, был счастливый случай. Затем прошла церемония награждения. Героям праздника были вручены золотые медали, памятные подарки, приветственные адреса главы Славянского района и благодарственные письма и напутствие от депутатов Госдумы и Законодательного собрания Кубани. Это награждение стало для выпускников очень приятным и волнующим событием. Школа, которая была смыслом жизни долгие 11 лет, медленно уходит в прошлое. Сердце, конечно, волнуется. Очень тяжело было прийти к тому, к чему я пришла сейчас. Экзамены позади, я тоже безумно рада, потому что больше нет волнения, больше нет страха какого-то. Все осталось только поступить и надеюсь, все будет хорошо. Прекрасная школа, самая лучшая на свете. Хочется остаться, не хочется уходить. Хочется сказать благодарность учителям огромную за всю проделанную работу. Школа дала мне новые знания, открыла передо мной возможности развития, саморазвития. Показала тому, к чему нужно идти, идти, стремиться, чтобы все было в жизни хорошо. Я очень благодарна школе, директору, всем учителям, которые растили меня и моих одноклассников, учили чему-то новому и давали нам знания, умения, которые у них у самих есть. Я хочу продолжить семейную традицию. У меня отец подводник, дед тоже, брат подводника учится. Во-вторых, защищать родину, ну это как бы определение мужчины. Поэтому хочу стать хорошим офицером. Ребята с уважением и благодарностью говорили об учителях и родителях, которые их учили и воспитывали. Благодаря общим усилиям эти выпускники добились серьезных успехов. После награждения от педагогического корпуса выступила директор первого лицея. Сегодня я от лица директорского корпуса, педагогического, говорю низкий поклон и слава благодарности именно вам, товарищи родители, потому что это ваша победа. Конечно, это учителя. Взлетая высоко в небо, дети, помните о тех руках, которые у вас в это небо и к этим звездам поднимали. Это, конечно, учителя. Славянские артисты порадовали собравшихся своим искусством. И особенно трогательно звучала песня о школьных годах, которые, конечно же, неповторимы. Впереди у выпускников учеба в университете. В университетах и академиях они станут дипломированными специалистами. И многие из них вернутся в родной город, чтобы жить и работать в нем. Пусть у них все получится, и в жизни им сопутствует удача. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».